Что бы там ни говорили про Дудя, я не знаю, куплен ли он какими-то российскими каналами, либо действует абсолютно независимо. Мне понравилось, как он аккуратно, но в то же время жестко задавал вопросы такому махровому негодяю, как Дмитрий Киселев. И умудрился даже несколько раз поставить его в ситуацию, когда Дмитрий Киселев просто сидел, мычал и не мог подобрать ответ, который бы с одной стороны устраивал его работодателей, с другой стороны вроде бы выглядел, но не совсем уж окончательно мерзотным. Плюс к тому же в студии вместе с ним, как оказалось, присутствовали его дети, его сыновья. Что я увидел? Я увидел именно то, что подозревал. Дмитрий Киселев – подлец и негодяй. Человек, который как только открывает рот, он лжет. Если вы прослушаете все это интервью, у вас сложится картина человека, который говорит одно, думает другое. Свои поступки он никогда не оценивает с критической точки зрения. Самовлюбленный, напыщенный, лишенный хоть каких-то зачатков совести. По всей видимости, он всегда был такой. Я помню, как меня поразило, когда я прочитал, например, тот факт, что человек был 8 раз женат. Это нужно умудриться в своей жизни, жениться 2-3, но 5, но здесь 8 раз. Вот мое сейчас короткое обращение к женщинам. Неужели действительно Дмитрий Киселев такой неотразимый мужчина? У меня, глядя на его лицо, на его глаза, на его жесты, только одна ассоциация в голове. Мне кажется, он похож на жабу. Может быть, это мое такое субъективное отношение от того, что я слышу, что исходит от Дмитрия Киселева. Дальше, так как канал Юрия Дудя, естественно, борется за авторское право, поэтому показывать целые куски невозможно, будет лишь звук и отдельная картинка. Тогда этот ролик сможет существовать на YouTube. У меня был неприятный опыт, когда я использовал целые куски из передачи Юрия Дудя. Последовала жалоба, и ролик просто удалили. Давайте послушаем несколько моментов и поразимся этому человеку. Они, так сказать, попытались открыть, открыли американское посольство. Это, так сказать, гадюшник, который будет работать против них. Нет. Экономики? Нет. Мы говорим, если есть падение, то мы говорим о падении. А сейчас падение или рост? Нет, сейчас рост. Сейчас рост? Сейчас рост, да. А на чем основана вот эта гипотеза? Это не гипотеза, это данные Росстата. Сейчас у нас есть экономический рост, там более 1%. Людям теперь тяжелее купить десяток яиц, чем было раньше. Это экономический рост? Ну, это не связано с экономическим ростом. Я думаю, что вы говорите про эти девичьи яиц, что... Нет, я говорю, что яйца подорожали на 5%. Ну, что-то подорожало на 5%, что-то подешевело. Что-то подешевело? Я не экономист, и у меня делают это экономические обозреватели. Человек поживет на пенсии. Мужчина поживет на пенсии. И мне кажется, что мы в абсолютно мировом тренде с пенсией. У нас повышается средняя продолжительность жизни. Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче? Ну, я не вижу повода сейчас это делать. Она в долларах стоила 4,5 миллиона долларов. Откуда у вас такие деньги? Я всегда хорошо зарабатывал. У меня был один из первых мерседесов в Москве. А как вы считаете, в России... Изучил документы. В России сейчас честный суд? Конечно. Я считаю, что да. Если бы кто-то из ваших сыновей решил отправиться воевать на Донбасс, вы бы его поддержали или попробовали остановить? Ну, я поддержал бы. Более того, там комментаторы обвиняли даже меня, что это я, значит, создаю атмосферу ненависти такую в стране, что вот люди, значит, этих журналистов эхо Москвы приезжают, значит, резать и убивать. Церковь — это единственный общественный институт, который профессионально занимается с вопросами добра и зла. Он, наверное, лучший правитель России за многие века. За многие или за все? Я думаю, что... Ну, он сопоставим по масштабу деятельности. Я думаю, что и с Петром, и с Екатериной. Безусловно. Вы, например, смотрите низкий рейтинг, вас не срабатывает, если Путину меньше люди доверяют, значит, я хуже делаю свою работу. Нет, абсолютно. Я работаю не на Путина. То есть мы работаем... Наша программа работает на ценности и на Россию, а не на личности. Стоп. Вы там снимались, и вы анонсировали свою программу. Юрий, я прошу прощения. Я очень не люблю, когда мне говорят «стоп». Не делайте этого больше, ладно? Хорошо. Деньги или честь? Честь. Вопрос. Как вы считаете, эти парни, которые здесь присутствуют, вами гордятся? Я уверен. Почему я считаю, что Дмитрия Киселева обязательно нужно судить? Я по-прежнему считаю, что трибунал над Путиным невозможен. Трибунал над Путиным как человеком, диктатором и прочее в моем понимании невозможен. Ни трибунал над живым Путиным, ни трибунал тем более над умершим Путиным, именно потому, что в этой стране не была дана оценка ни одному предыдущему правителю. И я думаю, что с Путиным это не произойдет, потому что я смотрю на фотографии могилы Иосифа Сталина и вижу, что в этой стране слишком много противоречивых мнений и, скорее всего, даже если Россия изменится и кто-то попытается судить непосредственно Путина, они наткнутся на большое противодействие. Более того, я уверен, что после смерти Путина его будут превозносить ничуть не меньше, чем Сталина. Но если Россия вдруг волшебным образом преобразится или начнет свой путь в сторону демократических преобразований, или, возможно, Россия развалится и вот та небольшая часть, которая останется, все-таки попробует отмежеваться от предыдущих периодов, ну вот хочется верить в что-то такое светлое, обнадеживающее. И тогда, я думаю, что суд над теми, кто обслуживал этот режим, кто фактически создавал его, не обходил. Именно они, вот эти самые создатели этих передач, те, кто вливали преднамеренно всю эту фальшивую информацию и продолжают это делать до сих пор, те, кто разжигают ненависть между Россией и остальным цивилизованным миром, те, кто разбогатели необыкновенно во время путинского режима, их, конечно, нужно судить. По большому счету они и создали Владимира Путина, потому что Владимир Путин – это всего лишь телевизионная картинка. Он вышел из телевизора, он был создан как медийный образ и все это время весь его культ строился именно на телевидении. Ну а почему же нужно осудить Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, осудить всех этих имеющих двойное гражданство, проживающих во многих странах и продолжающих работать в России, разрушая сознание россиян и целенаправленно занимаясь расчеловечиванием этого населения. Именно потому, что у них есть дети. Дмитрий Киселев настолько уверен в том, что его никогда не накажут и не осудят, что он приводит на интервью своих детей и беспрерывно, обратите внимание, раза три или четыре он возвращается в своем разговоре на тему о своих детях. И наверняка важную роль играют дети в жизни Владимира Соловьева, у которых их пять или шесть. Потому что есть семейство Скобеевых и у них подрастает сын Захар, которого они уже сейчас с удовольствием показывают на телевидении. Они говорят, что он изучает английский язык и, конечно же, пойдет по стопам своего папы. Вот именно поэтому необходимо их судить. Чтобы выросший Захар Скобеев, или как его там по папе должны бы были звать Попов, но я думаю, он навсегда останется именно сыном Скобеевы. Или выросшие дети Владимира Соловьева, или дети уже взрослые нынешнего Дмитрия Киселева должны будут сидеть и краснеть перед экранами, когда их родители будут осуждать народ, когда им будет стыдно произносить свои фамилии. Это самое страшное наказание. Для тех, кто сейчас мечтает о телевизионной карьере, и тот, кто думает, что на этом можно легко обогатиться, но не задумывается о том, что, возможно, через какое-то время имя Шенина, Скобеевых может стать буквально клеймом на всю оставшуюся жизнь, раскаленным клеймом. Многие говорят, дети не должны отвечать за своих родителей. Хорошо, пусть они не отвечают, пусть всего лишь их имена будут покрыты позором. И тогда родители, создававшие себе подобную репутацию, должны подумать, что никакие миллионы, никакие 4, 5, 10 миллионов не вернут тебе честное имя, тебе и твоим детям, которые проклянут тебя за твою работу. Вот почему необходимо судить этих людей. И их детей, как бы жестоко это ни звучало, ни в коем случае нельзя допускать к этим профессиям. Если бы у Адельфа Гитлера был бы ребенок, я 100% уверен, что его бы никогда, ни в какие органы власти не допустили ни за что, если бы вообще не выслали из страны. Это жестоко, скажет кто-то. Нет, я думаю, что это справедливо. Потому что иначе наказать их нельзя. И да, конечно же судом нужно конфисковать все то, что они незаконным образом заработали, промывая российские мозги, а деньги пустить на возмещение компенсаций Украине, Грузии, Прибалтике и всему остальному. Поверьте, у них достаточно денег для того, чтобы покрыть хотя бы какую-то часть российских долгов. Именно потому, что два сына Дмитрия Киселева стоят уже сейчас за камерой. Именно поэтому Дмитрия Киселева и всех остальных необходимо судить открытым, народным, жестким, но справедливым судом. Ни в коем случае нельзя их оставить в профессии. Ни их самих и ни их детей. Дмитрия Киселева